Америка, Украина. Сегодня военные из США передали украинской армии партию нового оборудования. И вот мы сейчас на военной площадке аэропорта Борисполь. За моей спиной завалет с американским флагом. И мы уже видели американских военных, таких как в фильмах или в сюжетах новостей. Что же они передадут украинским военным? Многие члены экипажа из США впервые в Украине. Фотографируются на фоне телекамеры Борисполя. Признаются, страна очень понравилась. Украина удивительна. Люди удивительные, очень дружелюбные. Жаль, что уезжать приходится почти сразу. Жду, когда приеду еще. Самолет, доставивший оборудование, прибыл из Калифорнии. Привез маски и шлемы для летчиков. Всего около 200. Оборудование для парашютов. Это последний транш для украинской авиации. Детали и элементы формы передавали в течение года. Всего на сумму более 600 тысяч долларов. Это для пилотов, для использования пилотов во время выполнения полетных заданий. То есть, это элементы, которые обеспечивают жизнедеятельность, в том числе парашютных систем, в том числе системы жизнедеятельности в летчике. То есть, именно это и есть применение. То есть, их не выстачало? Вы знаете, их завжди не выстачает. Враховывая то, что у нас уже у нас достаточно физически... Такое майно используется уже на один десяток лет в поведенных силах Украины. Поэтому оно имеет свойство физически застаревать. Транш передали в рамках программы сотрудничества с правительством США. Больше поставок не будет. Однако военные планируют тренинги и инструктаж. Пока мне неизвестно о последующих траншах. Но мы планируем делиться идеями, совместные тренинги. Украинским военным также есть чем поделиться. Оборудование передают в течение часа. Сразу после этого самолет улетает на родину. Однако военные с Борисполем расставаться не хотят. Военные считают, что сейчас Украина оказалась лицом к лицу с судьбой и должна ответить на вызов.